Полтора километра нового асфальта введены в Хангаласском районе. Завершилась реконструкция подъездной дороги к селу Ой. Это уже третий участок, сделанный в 2016-м на территории муниципалитета. Где еще отремонтируют дорожное полотно, расскажет Виолетта Засимова. Подъездная асфальтированная дорога протяженностью 1,350 км связывает село Ой с автотрассой республиканского значения УМНАЗ. Дорога берет свое начало еще с советских времен. С тех пор, по словам местных жителей, она не подвергала серьезному ремонту. А в последние годы по ней вообще невозможно было ездить. Сплошь и рядом у хабы, рытвины, ямы. У нас состояние дороги было очень плохое. Ломалась техника, доступность была не очень хорошая. Поэтому приняли участие в программе. И правительство в лице Министерства транспорта нас поддержало. И мы получили в финансировании федеральные деньги, республиканские деньги. И тоже свои деньги вложили. Это уже третья подъездная дорога в Хангаласском Улусе за этот год, введенная в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Напомним, ранее был открыт подъездной путь в село Кэрдем и отремонтирован участок подъездной дороги в селе Техтер. Все подрядные работы выполняли местные предприятия ОАО «Дороги Хангалас». Это получается практически их не третий объект. И все объекты, например, они сданы, установлены, например, именно муниципальным контрактным сроком. В 2017 году в районе планируется реконструировать подъездные пути в село Качекаться и в поселок Верхний Бестях, а также полностью заасфальтировать участок дороги Актёмцы-Техтюр. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Сахах, Ангалаский УЛУС. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Сахах, Ангалаский УЛУС. Засимова, Александр Юрков, НВК Сахах, Ангалаский УЛУС. Засимова, Александр Юрков, НВК Сахах, Ангалаский УЛУС.